Сегодня у нас с вами праздничный день. Сегодня день театра. Я поздравляю вас с этим праздником, потому что без вас, без наших зрителей, мы бы не смогли существовать. И дело даже не в том, что вы покупаете наши билеты, которые, ну, конечно, помогают нам в нашей жизни. А дело в том, что вы вселяете в нас энергию, вы вселяете точное понимание, что мы делаем то, что нужно делать, что мы вам нужны, а вы нужны нам. Так, 27 марта – это международный день театра. Но в марте день рождения нашего театра. Это не совпадает точно по числам. День рождения театра – 14 марта. Но сегодня мы уж заодно отметим и 88-летие нашего замечательного театра. Вот. Я думаю, вы тоже. Мы действительно существуем для вас, ради вас, но мы знаем, что мы тогда будем вам нужны, когда мы будем действительно, на самом деле, заниматься театром, заниматься творчеством и удивлять вас в каждой нашей постановке. И сегодня, слава Богу, судя по вашему настрою, по тому, как вы заполнили дружно этот зал, нам это во многом удается. Ну, «Алые паруса» – это спектакль такой лидер у нас, лидер, потому что за три года, ему исполнилось три года, мы его сыграли больше ста раз, уже больше 70 тысяч зрителей посетило этот спектакль. Но к нему подтягиваются и другие наши спектакли. Вот. Мы только что вернулись из Франции, где мы играли в Марселе, мы играли 8 женщин. В следующем месяце мы едем в Москву, на Золотую Москву, и будем играть там два спектакля. Это 8 женщин и спектакли «Согласные и не согласные», которые номинированы на большое количество. премии этого замечательного фестиваля. У нас большие планы. 20 апреля мы закрываем эту сцену на реконструкцию. И я верю и сделаю все возможное для того, чтобы эта реконструкция прошла. Я вам скажу, я на этой неделе, в канедельник, я был на московском заводе, где готовится все оборудование для реконструкции этой сцены. У нас будет с вами уникальное оборудование. Такого нет ни у кого. В Европе. Я надеюсь, вам его представить. В конце октября мы под эту реконструкцию готовим огромный спектакль. Называться он будет «Винил». И я надеюсь, что все произойдет синхронно и вовремя. И в конце октября мы откроем новый сезон этим спектаклем на новой сцене. Но еще до конца, еще до закрытия этой сцены, 10 апреля, 10, 11, 12 апреля, здесь на нашей сцене будет премьера «Обещание о рассвету», которое ставит мой коллега, друг, главный режиссер театра Владимир Курфинкин. Мы все с нетерпением ждем этот спектакль. Я надеюсь, что у нас с вами все получится. Что 88 лет мы с вами любим этот театр не зря. И мы обязательно сделаем все, что задумали. Спасибо вам. Мы сейчас начнем. А вы выключайте телефоны, чтобы не мешать населению нам. И все, мы готовы.